Привет, я Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. В этой программе я собираюсь представить вам стопроцентное доказательство того, что Иисус является еврейским мессией. И поэтому Он является мессия всей Земли. Поэтому не переключайтесь, существует ли сверхъестественное измерение. Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Я сильно удивился, когда увидел видеоклип одной песни. Дело в том, что это была христианская песня, которую исполняли в синагоге. Я никогда не думал, что в синагоге могут исполнять христианские песни. Вы, скорее всего, слышали эту песню. В ней поется «Приготовь меня к тому, чтобы я мог быть святилищем твоим». Если вы посмотрите, что означает слово «святилищем» в словаре Вебстера, вы увидите, что одно из его значений — это святое святых. В храме святое святых — это место, где пребывает сам Бог. То есть в песне поется «Господь, приготовь меня быть твоим святилищем, быть очищенным тобой, испытай меня. Я стану живым святилищем, где будет пребывать сам Бог». Я предлагаю вам послушать эту замечательную песню. Она задает вопрос как консервативным евреям в той синагоге, так и всем, кто смотрит нас сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, как же нам стать святыми и очищенными? Тор учит нас этому в книге Второзакония, 18 главе. В 15, 18 и 19 стихах. «Их, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайтесь». Это Моисей обращается к своему народу, к народу Израиля. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и теперь внимание, и вложу слова мои в уста его, то есть внутрь него. Он – живое святилище, которое вмещает в себя голос Божий. Если святилище будет вмещать в себя голос Божий, то получается, что евреи в этой синагоге пели Богу песню, в которой они просили Бога, приготовить их к тому, чтобы они могли слышать голос Божий, услышать самого Бога, услышать внутри себя. И совершенно очевидно, что тот, кому предстоит прийти на эту землю, куда сильнее Моисея. Ведь Моисей не смог этого сделать, и мы об этом знаем. Он будет говорить им все, что я повелю ему. А затем говорится о последствиях того, если кто-то не послушает его слов. А кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с того я взыщу. А это уже слова самого Господа. Это достаточно серьезное заявление. Тот, кто грядет, будет пребывать в нашем теле, которое станет святым святых. Это Мессия. А совершенным прообразом Мессии была система жертвоприношения животных без порока в храме. Они брали агнца без порока и закалывали его в храме, в праздник Йом-Кипур. Мы называем это заменой. Животное умирает за наши грехи, как заместительная жертва. В Бытии, 22 главе, 8 стихе, Авраам намеревался принести Исаака в жертву. И в тот момент Авраам обратился к Исааку и сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын Мой». То есть Бог приготовит этого агнца сверхъестественным образом, и Он усмотрит замену для наших грехов. Этот агнец будет сильнее, чем Моисей, чтобы стать заместительной жертвой за наши грехи, жертвой, действующей всю вечность. Бог призывает нас быть святыми. Он говорит, «Будьте святы, как Я свят». И Он не только призывает нас ходить в святости, но мы сможем это сделать только при условии, что мы живем так, словно в нашем теле, в нашем святом святых пребывает Сам Бог. И Он снарядит нас, Он даст нам сверхъестественный дар, способность исполнять то, что Он нам велит. Но мы не способны на этом в рамках Ветхого Завета. А почему не способны? Знаете, святой храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Но все же Бог дал нам путь, как мы можем быть святыми. В книге пророка Еремии мы читаем, что придет новый и лучший завет. Он сравнивает оба завета, Ветхий Завет и Новый Завет. И мы читаем об этом в 31-й главе Еремии, с 31-го по 34-й стих. Тут говорится, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их, в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли и египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Во-первых, я вложу наставления мои или слова мои во внутренность их. Это живое святилище, когда Бог пребывает в нашем теле, мы его святое святых. И на сердцах их напишу его. И во-вторых, и уже не будут учить друг друга, то есть ближнего, брат брата, то есть своих родных, и говорить, «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня». Для того, чтобы каждый знал его, должна быть точка отсчета. Это момент, когда Сын Божий, Слово Божие, начинает жить внутри нас. Но словно этого еще недостаточно, есть третье обещание Господа касательно Нового Завета. Об этом говорится в 31 главе Иеремии. «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомню более». До этого евреи приносили жертву в праздник Йом-Кипур каждый год. Но Бог говорит, что идет тот, кто больше Моисея, грядет Машиах, который не просто не будет смотреть на наши грехи, они не просто будут покрыты, но не вменяться нам вообще. Павел объясняет нам это в послании к Галатам. Третья глава, 24 стих. Вы прекрасно знаете эти слова. Итак, «Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Оправдаться — это вообще-то юридический термин. Он означает получить оправдательный вердикт. «Мы полностью признаны оправданными, мы свободны от всякой вины». «На небесном суде мы призваны невиновными». Слово «евангелие» означает хорошая новость. Добрая весть состоит в истории любви Бога, который восстанавливает человеческую расу. Я хочу, чтобы вы знали, что мой отец родился в Польше. Для него христианство было символом самого большого антисемитизма. Поэтому, когда я стал верующим в Мессию, когда я заявил публично о своих христианских взглядах, он не мог понять меня. К тому же, он не давал мне возможности объяснить ему свой выбор. Но однажды он сказал, «Ладно, расскажи мне, почему ты считаешь, что этот Иисус и есть наш Мессия». Я открыл ему пророчество Исаии. Вот что я ему прочитал. Это Исаия, 53 глава. «Начал я с первого стиха и дошел до одиннадцатого». И тут Исаия говорит, «Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». То есть, это говорит о сверхъестественном рождении. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавшей болезни. В некоторых переводах это не совсем понятно. В этом месте в еврейской Библии четко говорится, что он понес наши грехи и боль, всю нашу боль. Это говорит о том, что он взял на себя не только наши грехи, но и всю нашу боль, все болезни человечества. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем. И мы, евреи, ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Да, мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. То есть мы думали, что это Бог его наказывает. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. А вот теперь добрая весть. И ранами его. Вы знаете, что когда на теле раны, из них течет кровь. Этими ранами, этой кровью, этой заместительной жертвой, мы, еврейский народ, не только будем исцелены, но уже исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Это было сказано за 800 лет до того, как Мессия пришел на землю. И пророк сказал, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас, все наши беззакония. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Только представьте, он терпел неимоверные мучения, но при этом он смиренно молчал. Род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. Это говорит о том, что он был убит. За преступления народа моего претерпел казнь. За тех, кто этого заслуживал. Хотя он не сделал греха и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его. Бог больше ни о ком в Библии не говорит такие слова, но только о совершенной, заместительной жертве. В его устах не было лжи, но Господу угодно было поразить его. В этот момент мой отец сказал, «Перестань, я же вижу, что ты читаешь из своей христианской Библии». Я сказал, «Читай на обложке. Издательство «Еврейское библейское общество». И смотри, эта Библия подписана нашим раввином». Несмотря на это, у моего отца было еще много вопросов, но он не хотел задавать эти вопросы мне. Он просто закрылся и ничего не хотел больше слушать. Вот какая у нас, у евреев, проблема. Мы читаем в том же Танахе, «Тогда волк будет жить вместе с ягненком». «Это будет мир на земле». Евреи говорят, «Только посмотри вокруг». «А где ты видишь этот мир на земле?» Ну, когда они видят пророчества, подобные тем, что я вам только что прочитал, где написано, что Мессия умрет за наши болезни, вот эти слова. «Он был мучен за беззаконие наше, и ранами Его мы исцелились». То есть Он возьмет на Себя и наши грехи, и наши болезни. Так как же? Может быть, что один Мессия умрет за нас, а другой придет, чтобы принести мир на землю. Об этом говорится все в том же Танахе. Древние раввины перед пришествием Мессии говорили о том, что будут два Мессии. Мессия Бен Давид, Он придет, чтобы принести мир, и Мессия Бен Йосеф, Который пострадает за нас. Но что, если речь идет не о двух Мессиях, а об одном Мессии, Который придет на землю дважды. Сначала Он придет, чтобы сделать нас святилищем, сделать нас святым, святых для Бога. А затем Он придет, чтобы объявить мир на земле. Это более логично. Я еврей. Я верю в единого Бога. Его имя согласно Торе, Бог Авраама, Исаака и Иакова вовеки. И есть лишь один Мессия, еврей, Иисус. Опять же, Исаия в 65 главе. В первом стихе говорит еще больше. Он объясняет. «Господь говорит, «Я был готов ответить, но никто из Моего избранного народа не вопрошал о помощи. Я был готов, чтобы Меня нашли, но никто из Моего еврейского народа не искал Меня. Я сказал, «Вот Я, вот Я, народу Моему». Это еврейское слово «гаим», и оно означает «язычников». Я сказал, «Вот Я, вот Я, народу, не призывающему Мое имя». Поскольку Мой народ Меня не искал, Я открылся народу, не призывающему Мое имя». То есть, Писание говорит о том, что язычники последуют за еврейским мессией. Я верю в единого Бога. Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова. Я верю в единого Мессию, еврея Иисуса. Существует проблема актуальная как для еврея, так и для язычника, потому что все мы, а люди. Об этом говорится в 142-м псалме во 2-м стихе. «И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих, никто, из живущих, ни еврей, ни язычник». Иов был праведным человеком, так вот, в первой главе книги Иова сказано, что Господь сказал «Сатане, как бы хвалясь Иовом, и сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего, Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Но затем Иов в 42-й главе, в 5-м и 6-м стихах, пережил встречу с живым Богом. Несмотря на то, что он думал, что он праведный, и Бог назвал его праведным, после того, как он имел встречу с Богом, он сказал «Я слышал о тебе слухом уха, то есть не пережил встречу с тобой. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Это говорит самый праведный человек на земле. Когда он встретил святого Бога, он сказал то же, что сказал еврейский пророк Исайя. Исайя, 6-я глава, 5-й стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И это говорит самый великий еврейский пророк. Он говорит, что он обречен и что он человек с нечистыми устами. И он продолжает, «И живу среди народа также с нечистыми устами». И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. И как только люди видят царя, какими бы праведными они себя не считали, «Когда ты видишь перед собой чистую любовь и святость, и впервые в жизни видишь истинную чистоту, в сравнении с грешными людьми, которые нас окружают, мы можем судить о себе, что мы лучше или хуже кого-то из людей, но в данном случае все очевидно по сравнению с Божьей святостью. Наша праведность как запачканные одежды. Послание к римлянам 10 глава 13 стих гласит, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется или найдет помощь». В худший день моей жизни мне не к кому было больше обратиться, и моя молитва состояла всего из двух слов, все тех же двух слов, которые звучали, «Господи, помоги мне, помоги мне, Иисус!» И он меня избавил. Слава, которая была на Моисее, зашла в мою спальню, и в тот момент я твердо знал, я осознал всем своим нутром, что Иисус, мой Мессия, это было 50 лет назад, и эта же слава сошла на моего отца. Это было в последний день его жизни, он был в реанимации, он отвергал Мессию, и даже не хотел говорить об этом практически всю мою жизнь. Мы с моей сестрой зашли в его палату, где царила безнадега, но за неделю до этого я зашел в эту палату, и на мне была осязаемая Божья слава. Я чувствовал Божью славу и его присутствие куда бы ни шел, и что бы я ни делал, такая же слава была и на Моисея. И эта слава сошла на моего отца. Я услышал, как он сказал, «Я выбираю Иисуса моим Мессией и моим Господом». Такая же слава сейчас почивает на нашей студии. Многие почувствуют Божие пребывание, и многие, кто воззовут к Богу вместе со мной, скажут, «Боже, помоги мне». Вне зависимости от того, произнесете вы эти слова прямо сейчас или позже, когда будете смотреть программу в записи, его слава будет действовать. Прямо сейчас, в этой студии, я хочу произнести молитву о том, чтобы вы смогли пережить личную встречу с Богом, и чтобы Господь жил внутри вас. Я хочу, чтобы ваше тело стало святым святых для Бога, и чтобы вы больше не чувствовали себя одинокими, чтобы вы познали Бога на личном уровне. Поэтому произнесите эти слова и говорите от всего сердца, и Бог, который снаружи зайдет внутри вас, и ваше тело станет святилищем для Бога, это святое святых. Дорогой Бог, скажите это, произнесите эти слова вслух сейчас вместе со мною. Дорогой Бог, я совершил много ошибок, и я прошу тебя простить меня. Я верю, что кровь Мессии стала заместительной жертвой за все мои грехи, которые я когда-либо совершил, твое слово говорит о том, что ты больше не вспомнишь моих грехов. И с этого момента я святой перед тобою. И теперь, когда в твоих глазах я святой, не благодаря тому, что сделал лично я, но благодаря тому, что сделал для меня Мессия, я прошу тебя подготовить меня к тому, чтобы быть твоим святилищем, это святое святых, чтобы вмещать твое пребывание в себе, поэтому, Иисус, войди внутрь меня, я делаю тебя своим Мессией и Господом, аминь, и аминь. Христос воскрес, но что мы знаем о Его воскресении? В чем суть спасения в иудаизме, православии и протестантизме? Рай и ад, какие они? Быть может, ада не существует? В прямой трансляции обсудим. Зачем Богу нужно жертвоприношение своего Сына? Это не языческий обряд. Кто для иудеев Иисус? Как спасаются православные, а как евангельские христиане? Для чего православные молятся мощам? Своим мнением поделятся Александр Шевченко, Владислав Береговой, Михаэль Едвабный, ведущий Томас Кристиан, а также к нам подключится человек, который побывал в Царстве Божьем и своими глазами увидел небесную духовную жизнь. Не пропусти новый проект ТБН, специальную трансляцию или стрим Christian Life. Это обсуждение актуальных событий в жизни верующих и роли христиан в жизни общества. Только в Ютубе и социальных сетях. 6 мая, четверг, 20.00, Christian Life. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok